Привет, друзья! Я знаю, вы собираетесь в Филиппины и хотите узнать, сколько же будет стоить приготовление еды дома в Филиппинах. Давайте я вам расскажу полностью подробно о ценах на основные продукты в супермаркете. Только сразу говорю, видео будет долгим, но если вы досмотрите до конца, то вы узнаете очень-очень многое. Готовы? Тогда полетели! Дешевле, честно говоря, кушать в кафешках, чем пытаться что-то готовить самостоятельно дома. Начнем с того, почему дорого питаться, именно дома готовить. Почему дорого? Потому что, во-первых, электроэнергия. Здесь электроэнергия стоит 16-501 киловатт. Вроде бы небольшая сумма, но если вы представите, сколько вы за месяц там намотаете, то в итоге достаточно немало будет. Я думаю, где-то на свет вы будете тратить порядка двух тысяч. Но это, наверное, слишком много сказал, хотя, может, и не слишком много. Зависит от дома. Если будете кондиционер использовать, кондиционер это вообще жрет не так нехило. Вот, ну ладно, давайте про еду поговорим. Еда. Буду я брать сегодня яйца, вот, куриные яйца. Здесь они все продаются по 12 штук. 12 штук яиц стоит 121 песо. Я вот стандартно беру. Ну, есть там, может быть, 108, если поискать. Ну, в среднем, как бы, они тоже по размеру. Я беру размер large. Large это у нас, как бы, большие яйца. Вот, в принципе, выгоднее брать больше по размеру, потому что больше они будут, ну, как бы, ну, выгоднее. То есть, ты, представь себе, ты приготовишь одно яйцо или приготовишь, по сути, два. То есть, это, как бы, практически одинаково, потому что, в принципе, яйца куриные лучше качественные брать. Поэтому large берем. Можно взять на рынке. На рынке обычно стоит, значит, по 30 штук. Можно купить большой этот лоток, я не знаю, как называть его. Вот, он стоит там 300 песо в среднем. Вот, бывали там где-то чуть-чуть дешевле. Ну, это дешевле в основном в провинциях. Вот, а так именно на Баракая здесь все подороже. Поэтому ориентируйтесь, 300 песо в большой лоток, 30 яиц. То есть, по 10 песо получается одно яйцо. Ну, так себе, да, не особо выгодно. Вот, ладно, поехали дальше. Здесь то, что мы называем спагетти. Здесь, в принципе, так и называется спагетти. Но часто очень, оно здесь немножко по-другому. Тут они как-то разделяют их на пансит, на какие-то. Они разделяют на макароны. Для макарон, для салата фруктового, короче, какую-то. Странную. Они как-то так вот делят эти макароны на разные виды. По сути, это обычные макароны. Они у нас всем понятные, все известные. И, в принципе, они стоят здесь тоже не так уж дешево. От 75 где-то песо будет выходить. Вот, в среднем, наориентируйтесь до сотни. В среднем за сотню можно купить килограммовую, получается, упаковочку. Если собираетесь брать на рынке, вот. Бывает еще, знаете, выгоднее брать, конечно, с соусом. Внутри соус. Вот, филипинцы вообще начинают, вот знаете, как рассуждать. Типа, нужно готовить для спагетти специальный филипинский соус. Есть такая штука у них. Филипинский соус, он подразумевает. Значит, туда будут у нас входить, может быть, фарш, может, колбаса. Ну, не колбаса, а вот эти. Здесь колбасы так такого нет. Здесь сосиски, в основном. Они называют хот-догами. Сосиски – это отдельная тема, сейчас поговорим. Вот. И они, короче, берут, получается, делают вот этот, как бы, типа томатной пасты. Потом берут, добавляют туда чеснок, лук. Потом это все варится. Потом они туда добавляют еще вот эти сосиски нарезанные. Вот. Еще. Что-то они еще добавляют. Хрен его знает, что они там добавляют. Ну, короче, получается, вот, больше на такой вот суп какой-то, я не знаю, больше это не соус. Это больше, как какую-то, знаете, такую вот подлива какая-то такая, да. И вот такая вот эта подлива, это используется при употреблении спагетти. Честно говоря, мне больше понятней и проще. Когда я пошел, взял, этот, купил кетчуп, вот, и, в принципе, нормально. Насчет кетчупа давайте сразу поговорим. 40 песо стоит кетчуп, который я беру, 43 где-то песо. Вот. Это, в принципе, очень дешево. Потому что обычно все намного дороже здесь, вот, много соусов, все кетчупы банановые, кстати, есть еще. Он очень здесь распространенный, стоит он где-то 50 с чем-то песо. Вот. Но банановый песо, банановый кетчуп. Вот. И его почему-то местные любят, там, как бы, приезжие не особо. То есть, особенно вот с Европой, они, хотя я пробовал много раз, кетчуп нормальный по вкусу. Видимо, людей смущает именно понятие, что это из бананов сделано. Вот. Но он нормальный, красный, кетчуп, все как положено. Просто почему-то он из бананов. Да фиг с ним. Банана хоть не банана, мне точно с этого. Я от этого несчастнее не стану. Вот. Поехали дальше. Что можно купить еще? Я собираюсь покупать еще кашу овсяную. Вот. Здесь почему-то, когда я называю ее порич, вот, на самом деле порич, это как бы каша, да, вроде с английского. Вот. Но они как бы не особо понимают слово порич, они кашей это не называют. Как-то так называется, милк, чего-то там не помню. В общем, на самом деле это обычная каша овсяна. Небольшие кусочки такие, прям, именно вот, мелкая-мелкая. Вот. И она, вот, в общем, здесь называется как-то там, милк, чего-то там непонятно. В общем, они даже не относят ее к каше, потому что они говорят каше, им она называет только рис. Ну, конечно, рис, всему голова, для них это так. Вот. И, короче, ориентируйтесь, каша овсяная от 60 песо. Я беру за 66 песо, там получается 400 грамм, в принципе, этого нормально на несколько дней покушать, вот. Хлеб здесь очень дорогой, сразу говорю вам, очень дорогой хлеб. Ориентируйтесь тоже, самый дешевый хлеб от 50 песо, при том, что это, скорее всего, будет неполная булочка. Это будет прям половинка. Потому что вы, если планируете, ну, опять же говорю, особенно с хлеба в том, что здесь он практически не пропадает. Я не знаю, что он сделан, это сложно тоже представить, но он, короче, реально не пропадает. То есть хлеб наш, допустим, казахский наш хлеб или российский, там, он может пролежать несколько дней, но и, как любой нормальный хлеб, он может реально просто начать портиться. То здесь, здесь у нас хлеб может пролежать неделю, ему вообще похрен будет. Он будет такой же мягкий практически, как и при покупке. Поэтому здесь странно, да, это немножко. Что еще, ребята, пока я в голове перебираю все, что есть. Насчет алкогольных напитков, вкратце, давайте поговорим. Значит, пиво особенно. Пиво здесь чаще всего вот только 300-граммовые, пол-литровых здесь практически пива нет. Поэтому здесь его, если планируете покупать, то ориентируйтесь, что это будет, ну, так. Так, ориентируйтесь, много придется покупать, иными словами. Вот, по цене пиво можно в супермаркете найти от 50 песо. Это опять же будет 330 грамм. Вот, пиво здесь разное, но, опять же, не сильно много выбора. В России или где-то там в другом месте выбора намного больше. Здесь очень ограниченное количество. Вот, видимо, люди не особо любят тут выпивать. Вот, что касается вино. Вин здесь очень много. Вино недорогое. Можно купить какое-нибудь испанское. Здесь очень много, кстати, вариантов. Филиппинские, точнее, испанские вина, которые приготовлены в Филиппинах. Ну, как-то так это выглядит. Мы знаем происхождение Филиппин. Мы знаем, что Испания здесь имела достаточно ключевую тему, ну, нахождение, да. То есть, как бы, в истории Филиппин. И поэтому они здесь очень много всего имеют от Испании. Вот, поэтому вино здесь можно купить. Я вот беру вино. Оно 200 песо стоит. Даже 180, если не ошибаюсь. Ну, короче, 200. Давайте ориентируемся. Я забыл уже. Потом могу показать. Хотя, опять же, здесь вино, чтобы взять. Есть специальные отделы. Только там можно покупать. Просто взять на полке вино не получится. Потому что здесь просто таких даже полок нет. Здесь только специальные отделы в супермаркете. Слава Богу, спасибо, что хотя бы есть эти вина хоть здесь. Хоть какой-то алкоголь есть. Потому что в том же, например, в Эмиратах вы вообще не сможете ничего взять на полках, да. То есть, там просто даже отделов таких нет. Здесь немножко проще с этим. Вот. По поводу курения ничего не могу сказать. Не курю. Вот. Поэтому по ценам вообще не соображаю. Не разбираюсь. Ничего. Вот. Что еще? Вкусняшки. Шоколадки очень дорогие. Сразу хочу сказать, что шоколадка будет стоить. Ориентируйтесь. Нормальная обычная шоколадка. Типа какого-нибудь. Ну, как вам объяснить-то? Ну, ладно. Какая-нибудь Аленка, да, например, российская. Вот. Или какой-нибудь еще такой. Ну, в общем, простая обычная шоколадка. Вот. Будет стоить 200 песо и выше. В зависимости, получается. Вот Милку, например, вы не можете тут здесь взять. Например, во-первых, Милки тут нет, но, понятное дело, ну, что-нибудь схожее, да, если хотите взять. Это будет стоить точно где-то 250 песо и выше. В зависимости от типа шоколадки. Вот. Но есть маленькие шоколадки такие. Они невкусные. Вот. Пару раз покупал. Вот. Они такие где-то по 26 песо. Это прям, знаете, такой вот, ну, такая вот пластиночка одна, можно сказать. Ну, такое себе, не знаю, не для моих зубов. Если хочу убить до конца зубы, то, наверное, начну их есть. Вот. Но стоят они 26 песо. Опять же, только эта цена в супермаркете в СМИ. Если пойдете какой-нибудь СМИ на Левен покупать, то там это будет еще дороже все это стоить. Что там, бич-пакеты, да? Они тут называют их панситом почему-то. Я не знаю. Ну, на самом деле, это обычная наша вермышелька, быстрого приготовления. Стоит она здесь, в супермаркетах, значит, разная цена. От 11 песо, кажется, начинается, в зависимости от типа. Вот. Ну, и такая, знаете, мне здесь нравится, что она большая. Вот. Большая по размеру. Вот. Она будет стоить, там, экстра-пак, не так называют, да? Вот. Она будет стоить где-то 18-20 песо. В принципе, как бы, выжить можно. Самый главный вопрос, рис. Рис разный, от 40 песо за килограмм. В зависимости от того, чего вы хотите получить. Он у вас действительно бывает разным. Здесь он бывает у нас и белый, и какой-то коричневый, и черный даже. Я пробовал только белый рис. Говорят, что много разных вкусов. Хотя, вроде бы, мне кажется, рис везде одинаков. Ну, я в рис не разбираюсь, поэтому спорить не буду. Просто говорю так. Есть рис из-за 70 песо, из-за 80, из-за 100 песо. Есть из-за 40. Может, где-то еще подешевле. Но это уже цена барака. Это нормальная цена. Вот. Ну, и, в принципе, все. Что еще, друзья, вам рассказать? По поводу сосисок, да? Я хотел, как-то, начал говорить. Называется сосиски здесь хот-доги. Ну, вот. Я не понимаю, почему они хот-доги. Если это просто сосиски, ну, ладно. Сосисками они тоже называют сосиски. То есть, определенный вид сосисок, он называется уже не худок, а уже просто сосиска. Вот. Сосиджи, да? Они здесь так называют. Они стоят по-разному. Где-то цена за полкилограмма начинается от 100 песо. И шлепает вверх. В зависимости от того, что вы там покупаете, в каком месте и так далее. То есть, в среднем за 200 песо можете взять такие неплохие вот эти хот-доги, которые, в принципе, можно их есть. Это обычные сосиски. Вот. Искал я колбасу, ребята, варенку. Хотел сделать на Новый год салат оливье. Нифига я не нашел. Сразу говорю. Не планируйте даже пытаться здесь все найти. Просто я вот не нашел. Может, вы нашли где-нибудь, но я вообще не знаю. Что еще? Цена, допустим, на... Есть еще такие сосиски и другие. На сосиджи, как раз, называются они. Они находятся в баночках. Банки. Вот эти, знаете, какие жестяные баночки. Вот. Они там дешевые, действительно. Они там стоят порядка... Ну, как дешевые? Где-то 530, наверное, будет стоить. По 30 там и вверх. В зависимости от того, что там у вас в банке. Вот. Это тоже сосиски. Они стоят тоже примерно по-разному. Но вот они, кажется, называются сосиски. Почему-то. Ну, по вкусу, что-то так себе, что это так себе. Не могу сказать насчет колбасы. Вот. Насчет копченой колбасы. Не продается. Официально нигде не вижу. Но на пляже видел шашлыки. Делают из чего-то подобия копченой колбаски дешевой. Вот. Ну, как их шашлыки. Их просто берут. На палочку нанизывают вот эту колбасу. И говорят, что это копченая колбаса. Ну, в смысле, это не копченая колбаса. Они, может, как-то по-другому называют. Но по виду, как копченка. Вот. Значит, где-то продается, конечно. Насчет варенки, как уже сказал, у больших размеров вообще ничего такого нет. Не пытайтесь найти. Вот. Что мы еще брали? Фарш мы брали. Фарш стоит где-то за килограмм порядка 300 песо. Он и свинина, и говядина. В принципе, цена практически одинаковая. Там чуть-чуть разница. Может там в 20 песо отличаться. Ну, в принципе, так. Средства чистящие, которые там, не знаю, пригодятся вам, чтобы посуду мыть. И они стоят тоже по-разному. Вот. Можно найти за 60 песо. Например, маленькая баночка, да. Можно найти дорогое. Дорогим. Ну, как дорогое. Местные говорят, это нормальная цена. А я просто офигеваю. 180 песо за две баночки. И типа это еще акция. Один плюс один. Вот. Ну, в общем, сходить в супермаркет, это вы потратите меню. Где-то косарь. Где-то так, да. Где-то так, наверное. Ну, я вот, знаете, буду экономно пытаться. Вот сейчас я пойду яйца куплю. Потому что вообще не заканчивается. Вот. Посмотрю. Конечно, честно вам скажу, признаюсь, очень не хватает. Нет в наличии никаких каш. Нет ни гороховой каши. Ни... Ну, кроме вот риса. Вот нихрена просто нет, да. Гречневой вообще каши тут нет. Нигде. Вот. Что там? Пшеничной нет каши. Перловки. Да вообще этого всего нет. Просто вот, просто есть рис. Рис и каким-то чудом какая-то овсянка. Но она, скажем так, не до овсянка. Она какая-то странная овсянка, но она есть. Вот. То есть вот я сейчас тоже погуляю, посмотрю. Может быть, что-то я найду себе еще. Но я снилась, что я найду. Потому что все очень дорого стоит. Так что ориентируйтесь. Если вы собираетесь жить на Филиппинах и готовить кушать сами, да, то вы будете, скорее всего, питаться овсяной кашей по утрам в лучшем случае. И все остальное время вы будете рис есть. А, самое же главное, блин, ребят, простите уж меня. Забыл-то. Картошка. Есть картошка в наличии. Она очень дорогая. Цены разные. Говорят, Катеклане в соседнем острове, это получается, по сути, как провинция уже, да? Вот. В провинции получается где-то 80 песо килограмм стоит. Здесь у нас вообще какие-то нереальные цены. На Димоле вы можете взять на Баракай за 180 песо килограмм. А в супермаркете, который я сейчас еду, здесь вообще жесть какая-то, 220 песо килограмм. То есть картошка вообще, блин, купить картошку, то считайте, не знаю, купить мясо. А, самое главное еще, блин, точно, лук, унион, блин. Я просто настолько у меня в голову это все вылетает, потому что много информации, постоянно. Вот. Лук стоит 500 песо килограмм. Вы не ослышались, 500 песо килограмм лука. Вы представляете? Просто, блин, лучше мясо, блин, взять, чем вот этот лук обычный. Лук, кстати, из белой не продается. Продается только вот этот розовый лук. И, в общем, короче, как-то так. Мало всего. Здесь продаются также фрукты. Здесь разные продаются. Ну, тоже цена такая. Вкратце скажу, что можно кокосы дешево купить. Где-то 50-70 песо за кокос. Но, опять же, если вы прям любитель этих кокосов, лично я попробовал, мне они вообще не понравились. Может быть, я не тот кокос сделал. Хрен узнает, короче. Вот так. Тоже на любитель. То есть, то, что я чаще всего вижу, продаются вот эти булочки с кокоса, да, они там с кокосовой начинкой. Они, конечно, вкусные, но вот только булочки. Как-то, значит, я не умею готовить. Вот, булочки. Только можно купить в каком-нибудь бекере. Зайдете. Там их разные варианты. Там можно взять от 8 песо за булочку. Вот. Ну, в общем, это все отдельно. Так что, ребятки, вот как-то такие цены. Готовьтесь к тому, что кушать где-нибудь дома, готовить. Это очень сложно. Супчик, борщик приготовить – это целая беда. Потому что, ну, реально, дохренища стоят овощи. Просто вот офигеть, сколько будет все это стоить. И тут или питаться местной пищей, как они готовят. Они умеют из морепродуктов еще готовить кучу всего. Это об этом тоже можно поговорить отдельно. Или же реально вам придется брать, платить, ну, втройне, в четверне дороже, чем, допустим, в вашем привычном городе, где вы живете. На этом мой рассказ заканчивается. Честно говоря, можно говорить очень много информации. Я каждый день новую-новую изучаю. Поэтому я прям в этом уже начинаю разбираться. Но просто все это требует времени для того, чтобы вот это все сложить, в голове расположить и вам, конечно, передать. Если у вас какие-то есть конкретные вопросы, вы можете просто написать комментарий к этому видео. Или просто ко мне в личку. Или на мой фейсбук добавляетесь. Ну и, в общем, я просто буду вам помогать, подсказывать, именно узнавать все, что вы хотите. Я напоминаю о том, что я живу в одном из главных курортов Филиппин. Это Баракай. И здесь очень много приезжих со всех разных стран. Это действительно хорошее, классное место для отдыха. Поэтому, если вы планируете оказаться на Баракай, обязательно пишите мне. Я могу помочь вам с размещением. И могу помочь найти ответы на любые вопросы, связанные с отдыхом здесь. На сегодня все. Всем пока.